Для того, чтобы переопределить поведение объектов при копировании, нужно переопределить два метода. Первый такой метод — это конструктор копирования. Если не определить конструктор копирования, то он будет сгенерирован компилятором, и компилятор в данном конструкторе просто скопирует значение полей. Это приведет к последствиям, аналогичным тем, которые мы обсуждали на предыдущем слайде. Нас это не устраивает, поэтому давайте определим конструктор копирования самостоятельно. Конструктор копирования принимает один аргумент, это константная ссылка на объект того же типа. Вместо того, чтобы просто копировать значение полей, мы скопируем только значение поле size, а поле data мы заполним указателем на новый массив размера size, а дальше в теле конструктора скопируем значение массива A в динамический массив, который мы только что выделили. Таким образом, при копировании объекта у нас будет копироваться значение поле size и выделяться новый массив data, в котором мы скопируем значение соответствующих элементов массива. Конструктор копирования вызывается в тех случаях, когда в результате копирования создается новый объект. Например, передача объекта функцию по значению. Это объясняет сигнатуру конструктора копирования. Если бы вместо передачи объекта по ссылке мы бы передавали его по значению, то при передаче объекта в конструктор копирования нужно было бы сначала вызвать его конструктор копирования для создания нового объекта. Это привело бы к рекурсивной зависимости. Поэтому конструктор копирования принимает именно ссылку на объект.